всем здравствуйте сегодня у нас 19 мая стоит у нас просто аномальная жара даже не верится что в мае месяце может быть такие настолько высокие температуры но тем не менее потихонечку мы с вами занимаемся высадками высадками растений овощей в открытый грунт в теплице и вот сегодня я решила заняться тем что наконец-то оформить кашпо и высадить туда некоторые растения которые планировала высадить в этом году возможно многим покажется мои композиции не совсем стандартными обычными но мы как раз вот об этом я хотела сегодня рассказать поскольку я думаю что уже привычные всем петуни и лабели с этим я думаю все достаточно просто и понятно и вот именно сегодня я хотела перечислить и показать вам растения которые возможно высадить в кашпо и очень неплохо они будут там смотреться и замечательно цвести радовать наш глаз и конечно же украшать наш участок первое что хочется сказать и перечислить показать растения которые у меня в рассаде есть которые возможные щапога даже не знаю хватит ли мне емкостей высажу в кашпо но и также в открытый грунт то есть как я уже сказала петунии виды всевозможные лабели как плетистых лабели до каскадных так и допустим более компактных лабели это такие лабели как королевский дворец хрустальный дворец их видов достаточно много но чаще всего выращиваю я эти два которые не выпускают слишком длинные плети растут достаточно компактным кустиком за что я их очень люблю и часто высаживаю именно в открытый грунт поскольку очень они компактные мне нравится их форма в этом году я посеяла лабелию плетистую фонтан смесь посмотрю что у меня в итоге получится ну как вы можете видеть даже в рассадной вот емкость именно в рассаде сразу видно что она не компактная она выпускает длинные достаточно плети и конечно я думаю неплохо она будет смотреться в кашпо в озоне но и в открытом грунте я также уже часть растений высадила хочу посмотреть что в итоге получится отдельную оду мне хочется воспеть вербение поскольку в прошлом году я высаживаю как в открытый грунт так и в кашпо великолепные очень обильные и очень продолжительное цветение замечательное растение именно как для открытого грунта так и для в озона в кашпо балконных ящиков великолепно то есть цветение настолько обильные настолько продолжительное буквально уже до поздней осени до заморозков я убирала лишь отсветшие цветоносы не забывала поливать поскольку в кашпо как вы понимаете очень быстро влага испаряется и жаркое лето достаточно было вот именно июнь июль стояла катастрофически тоже высокие температуры полив строго обязателен я бы не сказала что производила часто подкормки буквально один раз за сезон далее какие растения мы также с вами можем высадить в кашпо однозначно львиный зев вот он у меня представлен здесь в этом году четыре сорта аж посеяла львиного зева это вот один из представителей это магический ковер смесь тоже очень интересная я думаю что на прилавках магазинов и также встречали большое разнообразие по краскам формам но думаю что для кашпо если вы этого хотите лучше выбрать конечно более миниатюрные формы чтобы они у нас просто не разваливались и не теряли форму оставались такими декоративными интересными и в то же время компактными далее у нас это немезия вот она у меня в этом году еще в таком достаточно небольшом состоянии вот распекирована уже две недельки находится здесь вот в стаканчике думаю что в ближайшее время также часть растений обязательно высажу в открытый грунт но и в кашпо она также очень-очень неплохо смотрится далее это конечно губастик в этом году тоже два сорта я посела вот в данном случае пока еще к сожалению цветов нет но вот так в рассаде он выглядит рассаживала и пикировала я его именно букетным способом поскольку тоже великолепное растение как для открытого грунта так и для кашпо очень ярко и необычно тоже стоит обратить на него внимание миниатюрная форма табака вот он у меня такой сейчас тоже еще достаточно маленький конечно в этом году немножко план у нас изменились и посела и как я считаю я его поздновато поскольку были мы заняты постройкой теплицы но вот тем не менее он у меня тоже подрастает я не отчаиваюсь и надеюсь что в кашпо обязательно высажу несколько растений чтобы посмотреть и увидеть что в итоге получится разные всевозможные виды гипсофилы у меня вот в таком виде в емкости бедненькая она до сих пор находится конечно давно пора уже было ее высадить распикировать или что-то с ней сделать но как известно руки конечно до всего не доходит поэтому сразу из емкости буду ее рассаживать небольшими пучочками надеюсь что через месяц она уже будет радовать своим светением далее экзакум вот рассада экзакума у меня в данный момент вот так выглядит это сорт джульетта посеяла я его в феврале но вот на мой взгляд кажется мне что развивается он не очень быстро но тем не менее в принципе это многолетние растение его можно выращивать как в комнатных условиях то есть как комнатное растение цветок но так и в открытом грунте можно но думаю что в кашпо тоже будет неплохо расти хочу уже перенести его из рассадных таких стаканчиков в емкость вот пять с половиной литров такое кашпо и думаю что пять растений как раз ему будет здесь хотя в принципе посадка будет плотная но питание однозначно уверенно что хватит и посмотрю в итоге будет цветение или нет далее лаванда я также показывала и рассказывала что в этом году хотела плане и планировала и высадила и вот в данный момент такая рассада у меня имеется в данных горшочках у меня по три если не ошибаюсь поскольку уже даже не помню сколько именно росточков я сюда сажала но мне кажется по 3 вот так великолепно она себя чувствует растет очень облиственная компактная хотела я в этом году высадить ее в открытый грунт но поскольку у меня по крайней мере сейчас здесь на участке роз нет где можно было бы хорошо сочетать данные растения и хвойника в принципе рядом с туями конечно мне сажать не хочется эту красоту хочется на открытый солнечный участок думаю что в этом году скорее всего придется мне высадить лаванду в кашпо чтобы сохранить на зиму вот именно уже в теплой теплице а в следующем году надеюсь приобрету хороший сорт роз и уже вместе с ними высажу лаванду в открытый грунт посмотрим это все конечно пока в планах но тем не менее далее следующее такая такое интересное сочетание которое хочу попробовать вот вы можете видеть что в горшочке у меня доращивается приобретенный в этом году в питомнике миниатюрный сорт георгин называется тигренок сорт очень конечно деленка правила пришла слабенькая и естественно как только я ее получила я сразу решила ее дорастить это было в апреле в начале апреля пришла посылочка и вот вы можете видеть что сейчас уже буквально вот 20 числа мая вот так вот конечно не очень мощные растения но хотя бы один раз точек есть и надеюсь что сохранить его удастся именно высадив в кашпо к нему рядом семенами именно посеять я хочу вискарию по краю может быть кто-то сел и знаком с этим растением в принципе это растение для открытого грунта весьма высокорослая высотой достигает 45 50 сантиметров но мне очень хочется высадить его именно в кашпо и хочу получить своего рода растение ампельное и думаю что данные вот эти тонкие плети будут неплохо смотреться не спадать из кашпо и композиция получится очень интересное опять же посмотрим что в итоге у меня получится но если допустим семян вискарии не приобрели или нету также неплохое растение немофила многие выращивают его рассады но думаю что даже посеяв ее именно в кашпо в начале мая уже конечно была бы рассада но в любом случае отчаиваться не стоит сейчас не поздно также по краю кашпо мы можем посеять данные семена и получить неплохую композицию тоже интересное растение и думаю что нет смысла возиться с рассадой а сразу либо в открытый грунт либо в кашпо сеять семенами и не заниматься лишними трудозатратными процессами а именно вот таким образом через семена сразу прямым посевом и вот последняя композиция которую я хочу в данном 27 литровом кашпо изобразить будет она состоять у меня из петунии данная петунии является вегетативной укоренена была черенком весной в марте месяце и вот так на данный момент она выглядит и хочу я именно водка небольшой композиции высадить ее сюда в кашпо добавить к ней вербену буквально вот такой небольшой букетик здесь два растенец и думаю что неплохо они будут сочетаться даже к вашему великому удивлению здесь будет зайцы хвост злаковый очень такой интересный интересная травка нравится мне он очень и в заключении с одного краешка здесь я хочу высадить портулак также прошу прощения дуна не до пикировки портулака также руки не дошли вот так в емкости он у меня сейчас до сих пор находится но думаю что ничего страшного если также аккуратненько я его разделю и посажу по краю кашпо и надеюсь что он неплохо здесь будет себя чувствовать ну что ж приступим к высадке несмотря на то какой выбор у вас растений в любом случае мы с вами не забываем об основных правилах которые нам помогают организовать правильную высадку растений именно в кашпо то есть достаточно большого объема кашпо в зависимости от количества растений как я уже сказала в моем случае данное кашпо 27 литров на дне обязательное дренажное отверстие и дренаж дренажа я положила совсем немного здесь у меня мелкие гравий мелкие камушки но в качестве дренажа как вы понимаете может быть все что угодно и биты кирпич керамзит и так далее что найдется под рукой почва я уже наполнила достаточно питательным воздуха и водопроницаемым грунтом грунт могу сразу сказать не с участка а покупной на основе торфа с добавлением вермикулита и единственное что наше это компост хорошо перепревший навоз компост именно выглядел он как земля вот это все перемешано и вот вы можете видеть что земля достаточно рыхлая думаю что питательная никакой минералки я сюда не вношу поскольку как я уже сказала грунт на основе торфа приобретен и здесь уже было добавлено минеральное удобрение и буду смотреть как растения будут развиваться и думаю что в течение сезона если что-то пойдет не так воспользуюсь минеральным удобрением даже может быть произведу вне корневую подкормку на об этом чуть попозже то есть мы хорошенько почву трамбовали в процессе наполнения это тоже очень важно и сейчас намечаем луночки и будем высаживать растения прежде чем конечно приступить к высадке растения в емкостях в бабаечка в стаканчиках горшочках мы как следует с вами проливаем водой осторожно мы извлекаем вот тут видно что очень большая масса корешочков но в принципе объем очень очень неплохой я аккуратненько высаживаю питанию на ее место к одному ближе к одному из краешков вот так осторожненько высаживаем пока не поливаю поскольку грунт достаточно влажный сейчас чуть-чуть размещу чтобы было мне удобно работать иначе будет уже грунт сырой и растение не очень удобно будет высаживать питунья готова дальше на очереди именно совсем ближе к краю я посажу зайцы хвост принципе он достаточно высокорослый и будет у нас на задней на заднем плане композиции нашей находиться делаем углубление и аккуратно ставим наш зайцы хвост в грунт помещаем фиксируем вот таким вот образом далее у нас вербена сорт кварц бордо как я уже сказала она достаточно тоже высокорослый в тандеме с питуней выглядеть будет я думаю неплохо также достаточно плотненько мы ее высаживаем рядышком со всеми нашими растениями далее у нас портулак вот так он у меня сейчас выглядит и думаю что аккуратненько как это будет возможно я его из емкости извлекаю и аккуратно разделю и вот такими небольшими букетиками кусочками уже помещу на поверхность грунта и слегка присыплю все теперь очень аккуратно мы с вами поливаем это все водой и в заключении обязательно мульча не буду объяснять точно и почему и зачем но строго обязательно нужно использовать мульчу она здорово нам помогает но как вы понимаете портулак очень-очень маленький если я сейчас все кашпо засыплю в итоге засыплю растения поэтому аккуратненько я по краешку высокорослые растения замульчирую а портулак пока подожду чуть он под вытянется под вырастет и уже тогда сплошь все кашпо я засыплю еще раз перепревшими опилками вот она наша замечательная мульча вот так выглядят наши опилочки то есть я думаю что алгоритм понятен достаточно прост и думаю что как вы можете понять и видеть что любые растения буквально любые мы можем с вами высадить в кашпо и украсить наш участок но на этом сегодня все что хотела сказать и рассказать желаю вам красивых цветов и до скорых встреч